Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Для подавляющего большинства людей символом силы и опасности в дикой природе являются мясоеды, львы, тигры, волки и прочие когтистые и зубастые охотники. Однако такой не совсем справедливый расклад, где хищник — это агрессор, а травоядная, невинная жертва иногда становится не совсем правильным. И наш сегодняшний гость решил этот закон исправить. Встречайте парнокопытного властелина чёрного континента — африканского буйвола, он же чёрный буйвол или кафрский буйвол — вид быков, широко распространённый в Африке. Кстати, по понятным причинам, это единственный вид быков, который смог выжить в очине львов, гиен, медоедов и прочих страшных существ. Именно поэтому африканский бык в науке выделяется в отдельный род с единственным видом. Одного взгляда на этого красавца достаточно, чтобы хомо сапиенс утолил свой аппетит и не помышлял о говяжьих котлетках, по крайней мере до конца этого ролика. Массой больше тонны до 1200 килограммов высотой в 2 метра и 3,5 метра в длину, этот альфа-самец поднимет врага на рога одним лёгким взмахом головы. Лесные буйволы значительно меньше, обитающих в саванне. Передние копыта буйвола шире задних, что связано с необходимостью выдерживать вес передней части тела, которая мощнее задней. Рога африканского буйвола очень своеобразны. Характерной их особенностью является то, что у взрослых быков основания рогов на лбу срастаются, образуя нечто вроде сплошного костного щита, который не может пробить даже пуля. Расстояние между концами рогов у крупных быков бывает больше метра. У молодых буйволов роговой щит на лбу отсутствует и полностью формируется лишь по достижении возраста 5-6 лет. Африканские буйволы обладают весьма развитой системой коммуникации. Специалисты насчитывают десятки различных голосовых сигналов, означающих самые разные эмоции и призывы к действию. Например, телята в случае опасности жалобно мычат тонким голосом, и при этом звуки стада сразу же спешит на помощь. Важную роль в коммуникации играют движения хвоста и головы. Стадо буйволов — это весьма устойчивое образование, которое может существовать в одной местности десятилетиями, как полагают некоторые ученые даже до 36 лет. Откуда такая точность, не спрашивайте. Сейчас в стадах обычно собирается по 30-40 титанов, но раньше их собиралось и по тысячи, и даже по две тысячи голов. Представляете, какая это куча мышц. Огромная сила и принцип стада брат за брата сразу ограничивают список любителей покуситься на священную попку нашего героя до минимума. Тех немногих, кто осмеливается нападать на буйвола, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это может быть лев со своим гаремом или нельский крокодил, потому что он устраивает засаду в воде. Хотя взрослого буйвола крокодилы тоже редко способны осилить. Чаще всего под удар рептилий попадают телята. Главный враг африканского буйвола очень маленького размера — это различные паразиты. Но и здесь наш сегодняшний гость нашел выход из ситуации. Он имеет постоянный абонемент на посещение врача-паразитолога Валаклюя. Эта птичка круглосуточно спасает буйволов от надоедающих насекомых. Кстати, ролик про Валаклюя тоже есть в плейлисте птицы. СПА-процедуры из грязевой ванны — это еще один универсальный способ избавиться от невыносимых паразитов. Как вы понимаете, такому качку необходимо поглощать много протеина. Так как наш герой убежденный веган, то источник жизненной силы для него — травка. Ее африканскому буйволу только свеженькую и питательную подавай, да еще чтобы клетчатки много было. В день взрослый буйвол потребляет корм, равный по весу примерно 2% массы его тела. Одна проблема — клетчатку сложно переварить. Поэтому у буйволов, как и у всех бычков и коровок, четырехкамерный желудок или, проще говоря, фабрика по производству разного рода бактерий. Это своеобразные микроскопические помощники, которые помогают травоядным переваривать жесткие волокна. Но вернемся к кровавым баталиям. Обычно рогатые титаны вместе со своими девушками группируются в большие стада. Есть, конечно, одиночки, но редко и они не в счет, потому что они присоединяются к первой встречной организованной группировке. Потому что сила не в правде, а в количестве. Стадо буйволов, мчащееся на высокой скорости, способно растоптать любого царя зверей. У африканского буйвола очень плохое зрение, но слух и обоняние у них развиты на пять с плюсом. Малейший повод для тревоги из стада тут же превращается в боевой круг. Дамочки со спиногрызами в центре, а мужчины и опытные старики в первых рядах. Если же кто-то из стада отстанет от несокрушимой груды мышц, то буйволы несутся со скоростью до 60 км в час на помощь отбившемуся зеваке. Однако, если вы подумали, что одинокий буйвол — это легкая для любителей бифштексов добыча, то вы ошиблись. Ведь даже тет-а-тет, парнокопытный силач, способен дать равный бой даже царю зверей вместе с его гаремом. Арсенал черного властелина саванны скромный рога до копыта. Но ими африканский буйвол пользуется мастерски, без труда насаживая на свое орудие обнаглевших котиков, как шашлык на шампуры. Очень старые самцы буйволов становятся настолько неуживчивыми, что покидают сородичей и держатся в буйвол. Такие одиночные быки обычно имеют очень крупный размер и огромные рога. Они опасны для человека и многих животных саванны, поскольку могут нападать без видимой причины. В Южной Африке таких буйволов называют «дагобой» или «мбого». Хотят любви буйволы в марте-майе. Между быками в это время возникают ритуальные поединки за господство в стаде. Внешние бои буйволов выглядят очень эффектно, но дело редко доходит до серьезных травм. Беременность буйволихи длится в среднем 10-11 месяцев. Обычно рождается один теленок, который пьет мамины молоко около полугода. Кстати, в первые дни жизни будущий титан выпивает до 5 литров молока в сутки. Попытки щипать траву начинают делать уже в месячном возрасте. Молодые самцы остаются возле матери около 4 лет, после чего покидают материнское стадо. Самки же навсегда остаются в стаде, в котором они родились. Буйволенок растет быстро, но полного веса взрослого животного достигает лишь к 10 годам. Средняя продолжительность жизни африканского буйвола в дикой природе составляет 20 лет, в зоопарках — до 30 лет. По статистике, буйвол — одно из самых опасных животных Африки. Его агрессия вполне понятна, ведь он входит в пятерку почетных трофеев Черного континента. Кстати, туда же входит леопард, лев, слон и носорог. Ищите ролики про этих животинок в плейлисте «Животные Африки». Да, охота на африканского буйвола — занятие смертельно опасное, ведь он будет защищать себя и свое стадо до последнего вздоха, вне зависимости от того, что в арсенале у противника клыки с когтями или ружье с пулями. Именно поэтому популяция буйволов в Африке сохранилась достаточно хорошо по сравнению с поголовьем других крупных животных континента. Хотя буйвол и испытывает сильное давление со стороны людишек. А как Вы считаете, насколько оправдана охота ради трофеев? Неужели охота может быть спортом? Напишите свое мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok